Вот, но это действительно так. У него есть сильные откровения о детях, у него есть сильные откровения о семье, у него есть сильные откровения о реформации общества. И давайте мы попроведствуем этого Божьего человека, Джозефа Матера. Аллилуйя! Мы помолимся за деньги еще, давайте. Господь, во имя Иисуса, Дух Святой, мы просим Твоего благословения. И я молюсь сейчас за каждый доллар, за каждый лад, пожертвованный здесь. Я прошу Тебя, Отец Небесный, пусть Дух Ведения, Дух Премудрости, Дух Откровения будет высвобожден на каждого человека, кто принес эти жертвы во имя Иисуса Христа. Аминь. Добрый день всем. Для меня большое удовольствие быть сегодня с вами здесь. Я восхищен тем, что происходит в Украине. И мы планируем, по воле Божьей, чтобы быть там в Украине весной следующего года. Так же мы планируем с братом Михаилом быть в Узбекистане. Короче, не знаю, где, но куда Михаил повезет. Где-то это будет. Это в России. Тоже хорошо. Я замечаю, что Бог творит через новое поколение. И для меня большая привилегия быть партнером в этом служении. И я вижу, как новое поколение является той надеждой, которая сможет принести пробуждение во всю Европу. Не только в Восточную Европу, но также и Западную Европу. И я верю Богу, что многие лидеры из Западной Европы должны приезжать на эти конференции. Потому что то, что вы делаете, вы идете впереди той Божьей работы, которую Он творит в эти дни. Я хотел бы говорить сегодня на тему «принимая помазание Ильи». The last time I was here in July, I spoke about having dominion through our families by obeying the mandate in Genesis chapter 1, verse 28. And I believe that you received that message very strongly. And because of that, I feel the Lord has called me to follow up that message with this message. Because once you have a lot of people, потому что когда есть так много людей who are willing to prioritize their families, которые ставят семью в приоритетное положение, you're ready now for an anointing to fall on the whole movement. В таком случае вы готовы, чтобы это помазание сошло на все движение. And the most important anointing for the family is the Elijah anointing. И самое важное помазание, которое может быть для семьи, это помазание Ильи. And I believe God can use your movement to bring this anointing to all of Europe and to the nations of the world. Our text is the book of Malachi. Текст из Библии, это будет книга Малахии. Chapter 4, verse 4. 4 глава, 4 стих. Малахии, 4 глава, с 4 по 6 стих. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Когда мы вспоминаем пророка Илью, большинство из нас вспоминают случаи, когда он призвал огонь с неба. Но за кулисами он делал дела, которые намного важнее того. И то, к чему Бог призвал его, было даже больше, чем те чудеса, которые он творил. Когда мы смотрим 4 стих, Бог говорит, помни Бога Моисея. Помни закон Моисея. И когда мы видим, что закон Божий назван именем человека, мы видим, что этот человек ходил в таком призвании, выражая святость Божью. Что Бог назвал свой закон именем этого человека. И поэтому у нас может быть разный уровень помазания и разная эффективность, которую мы можем высвободить на этой земле. Каждый из здесь находящихся призван к тому, чтобы влиять на других. Библия не просто призывает нас обращать новых людей. Библия призывает нас к тому, чтобы из них делать учеников. Библия повелевает нам в книге Бытие И это первый уровень помазания, который мы имеем. Чтобы приобретать их для Христа. И затем делать из них учеников. Чтобы дать им то, что мы получили в Господе. Но есть больше помазания, чем это. Некоторые люди в своей жизни имеют настолько сильное помазание, что они не только приобретают людей, но толпы, масса людей следует за ними. И они способны создавать целые движения на земле. Они творят целые апостольские команды и движения. Потому что за ними идут так много учеников. Пастор Алексей один из таких людей. И когда мы смотрим историю церкви, И мы знаем таких великих людей, как Джон Уэсли. Который начал методистское движение. И многие другие великие мужи Божьи. Которые имели настолько большой эффект, Что в то время, когда они умерли, Они оставили после себя движение. Которое продолжается до сих пор. И это движение новое поколение. Оно будет продолжаться. Даже после того, как пастор Алексей будет с Господом. Немногие люди имеют такое помазание. Мы видим, как то же самое происходит и в Украине, и в других местах. Но есть другой уровень помазания. Который очень немногие люди достигают. Возможно, мы никогда в жизни не видели людей, имеющих такой уровень помазания. Он настолько редкий, что те люди, которые имеют этот дар, В библейские времена, Их имена были записаны в Писании. Первый, которого я уже назвал. То, что десять заповедей Божьих. И первые пять книг в Библии. Были названы именем Моисея. Когда кто-либо имеет такое великое помазание, Бог их именем называет что-то. После них. И все тело Христово принимает некоторые вещи, связанные с их именем. И движутся в этом же потоке. Второй подобный человек. Это патриарх Авраам. Его помазание веры было настолько великим, Что все, кто принимали Господа, Назывались дети Авраама. Потому что он назван отцом веры. Можете ли себе представить? Бог веру и послушание назвал человеческим именем. Потому что Бог хотел присоединить нас к модели человеческой. Илья попадает также в эту категорию людей. Помазание Ильи Было настолько великим, Что Бог до сих пор продолжает использовать его. Даже долгое время спустя после его смерти. Кстати, я верю, что Бог сегодня говорит, Что Он хочет передать помазание Ильи Этой группе людей. Чтобы и это помазание стало частью вашего движения. Что значит помазание Ильи? Мы находим, что помазание Ильи Это что-то, чем обладал Иоанн Креститель. Там говорится, что Илья возвратится Что Илья возвратится перед наступлением Дня Господня. И мы находим, что это уже произошло. Это в Евангелии Луки, первая глава. В 17 стихе. Это пророчество об Иоанне Крестителе. Луки, первая глава, 17 стих. И придет перед ним в духе и силе Ильи, Чтобы возвратить сердца отцов детям И не покорившим образ мыслей праведников, Дабы предстать Господу народ приготовленный. И мы видим в этом стихе Что когда пришел Иоанн Креститель В духе И он пришел в духе и в помазании Ильи В Евангелии от Матфея, 17 главе Десятым стихом Ученики спросили Иисуса Если Ильи надлежит Ильи прийти прежде И Иисус ответил и сказал им в ответ Правда, Илья должен прийти прежде И устроить, или в английском переводе сказано И восстановить все Но говорю вам Что Илья уже пришел И не узнали его В 13 стих Тогда ученики поняли Что он говорил им об Иоанне Крестителе И поэтому Иоанн Креститель Поэтому Иоанн Креститель Он в себе имел помазание Ильи И принес это помазание в Новый Завет Чтобы показать насколько важно это помазание It took somebody with Elijah's anointing To prepare the way for the Messiah It took somebody with the Elijah's anointing To bridge the gap between the New and the Old Testament Чтобы создать этот мост между Ветхим и Новым Заветом И это помазание настолько важно It took this anointing Чтобы разрушить проклятие Которое было на земле Потому что последнее слово Которым заканчивается Новый Завет Последнее слово которым заканчивается Ветхий Завет Слово проклятие Здесь в книге Малахии 4 глава 6 стих Бог говорит Чтобы я придя не поразил землю проклятием И 400 лет 400 лет после этого не восставал пророк Не было чудес Не было слова от Господа До тех пор пока не пришел Иоанн Креститель И добрая новость в том Что мы можем продолжать двигаться в этом помазании Что это за помазание? Он говорит здесь в 6 стихе Что тот кто ходит в помазание Ильи Они обращают сердца отцов к детям И обращают сердца детей к отцам Самое большое проклятие существующее на земле сегодня Оно является результатом однополых браков И оно является результатом атеизма И оно привело к коммунизму И оно привело к тому, что государство контролирует частную собственность граждан Началось с того, когда структура семьи была разрушена В истории многие лидирующие атеисты Они были в детстве обижены или же не имели связи с своими И у них отсутствовали отцы Или они вообще не имели отцов в семье своей Потому что их отцы умерли И когда мы понимаем, что происходит в мире сегодня Мы ничего другого не можем видеть, как проклятие Потому что отцы не обращены к детям Ты можешь говорить о росте церкви Ты можешь говорить о ячейках Ты можешь говорить о евангелизме Ты можешь говорить о пробуждении Ты можешь говорить о реформации Но до тех пор, пока сердца отцов не повернутся к детям Все эти вещи не будут работать Потому что ты не можешь сражаться с Богом Ты не можешь сражаться с проклятием И это помазание Что это помазание делает? Там говорится, что оно обращает сердца То есть это помазание превращает сердце человека Что-то начинает происходить в сердце человека Когда он начинает думать больше, чем только своим поколением Он начинает думать о тех поколениях, которые придут на смену Проклятие этого поколения Проклятие, которое на церкви Последние сто лет Оно заключалось в том Что наиболее популярные проповедники и пастора Они только говорили о том, как мы можем ходить в чудесах Как мы можем жить в процветании Как мы только можем быть благословенными И они думали только о своей собственной жизни Они только проповедовали личности Но Бог никогда не говорит только к личности Нет такого понятия, как индивидуальное пророчество Нет такого понятия, как личное пророчество Когда ты посмотришь в Ветхий Завет Пророки пророчествовали нациям Пророки всегда смотрели в будущее Пророки всегда говорили о большей группе, чем один человек И даже когда было пророчество лично кому-то Оно было ради всей нации Израиль Бог поднимает людей сегодня Которые заботятся о большем, чем только личное процветание И это сражение за семью На самом деле оно спасает те поколения, которые придут на смену И если мы не победим в этой борьбе Тогда наши дети будут расти в мире Который будет в проклятии Где семья перестанет существовать вообще В глазах культуры Поэтому то, с чем мы боремся сегодня Это проклятие Но все должно начаться в церкви На самом деле проблемы не с понятиями гомосексуализма Проблемы даже не с правительством Проблемы не с университетами Проблемы не с секулярными гуманистами Бог сказал это слово Он дал это слово своему народу Своей церкви И помазание Ильи Это не для мира Оно должно начаться здесь И до тех пор, пока наши сердца не изменятся До тех пор, пока наши сердца не будут трансформированы И пока мы не начнем думать следующими поколениями У нас никогда не будет достаточно силы Чтобы разрушить проклятие Поэтому, когда помазание Ильи приходит с чьего-то сердца Все в их жизни меняется Когда они зарабатывают деньги Они зарабатывают их на три поколения вперед Когда они молятся Они молятся на три поколения вперед Когда они являются пастором церкви Они думают на три поколения вперед Церковь сегодня Верит только в Бога Авраама Они верят только в Бога одного поколения И это проклятие, которое на христианских проповедях висит сегодня Как мы можем найти предназначение Как мы можем найти свое чудо, свое предназначение Нам нужно изменить это Изменить понятие, что такое мы Чтобы думать уже последующими поколениями Думать поколениями наших детей Включая наши семьи И это помазание хочет прийти сейчас Для этого народа Когда мы начнем видеть Эти поколения будущего Которые Бог хочет дать нам Мы думаем, что Бог изменит нашу нацию за неделю Никакая конференция никогда не изменит нацию Нация не может быть спасена или изменена Всего лишь за несколько недель или месяцев В Библии Бог всегда работал с поколениями, чтобы исполнить свою волю Бог назвал себя Богом Авраама, Исаака и Якова Потому что Он всегда думал на три поколения вперед Стараясь исполнить свой план искупления И поэтому, когда мы молимся Мы должны понимать, как Бог оперирует Он сказал, что помазание Ильи Обратит сердца Первое, с чем Бог работает, это то, как мы видим жизнь Затем Он говорит, что сердца должны быть обращены Это как раз слово о покаянии И что значит покаяние в этой концепции? Репентance doesn't mean just running up to the front Репентance doesn't mean just getting a prophecy Репентance doesn't mean just crying on the floor Покаяние не значит плакать на полу Репентance means to reprioritize your life Покаяние обозначает, ты должен поменять приоритеты в своей жизни Репентance means to structure your life Покаяние значит внести новую структуру в свою жизнь Чтобы ты мог всегда вкладывать в своих детей Чтобы твои биологические дети Стали продолжением тебя самого Стали частью твоего наследия и судьбы Чтобы они стали тем, кем ты станешь через три поколения Бог призывает нас Сделать самое лучшее на земле Во-первых, для своих биологических детей И во-вторых, с нашим духовным детям Поэтому есть это превращение, которое Бог хочет совершить И это требует времени Мы, пятидесятники и харизматы, мы не любим этого слова Мы хотим, чтобы Бог пришел и принес пробуждение и изменение нации сейчас Но Бог не может отвечать на подобные молитвы До тех пор, пока мы не будем его методами действовать Да, мы знаем, что в наших странах должно прийти пробуждение Но Бог показывает нам, каким образом это происходит Во-первых, это начинается с наших домов Как можно изгонять бесов Из твоей нации Если ты не можешь изгнать бесов из своих детей Как мы можем спасать погибших Когда наши собственные дети погибают Бог говорит Нам нужно начинать сейчас Нужно начинать сейчас Мы не хотим потерять следующее поколение Если мы потеряем это поколение То следующее поколение Вообще знать не будет такого понятия, как семья И вы являетесь надеждой Бога Вы как раз те, которым Бог взывает Это водораздел в истории сейчас И решения, которые вы принимаете Оно повлияет на историю этого региона Бог не просто хочет, чтобы вы вышли на призыв Когда помазание Ильи придет на вас Вот что вы будете делать Вы не только будете плакать Вы не только будете чувствовать сожаление Когда вы молитесь в церкви Ваши дети смотрят порнографию по интернету Помазание Ильи Заставит вас взять ваш календарь И изменить планирование вашей недели Если вы не возьмете свой календарь То возможно через несколько дней спустя И не отметите время, которое вы будете проводить С вашими супругами и с вашими детьми Если вы не сделаете этого То значит помазание Ильи не пришло на вас Помазание Ильи заключается в изменении сердца Это значит должно все измениться Как мы все делаем сегодня Мы все говорим, что Иисус может прийти в любой день И мы носимся как сумасшедшие И мы не думаем о будущем Бог говорит, что я хочу, чтобы вы подумали Что вы подумали на поколение вперед Это величайшая работа, которую сотворил Илья За кулисами У него не было физических детей Но он под свое крыло взял школу пророков У него было очень много духовных детей Но когда он проповедовал Он обращал родителей, отцов и матерей к своим детям Вы можете или принять, или отвергнуть это Но если вы серьезно относитесь к тому, чтобы уничтожить проклятие на земле Вы должны принять это Иначе все остальные вещи будут просто напрасной тратой времени Что делает церковь сильной Это сильный брак Что делает церковь сильной Сильная семья До того, как появилось человеческое правительство До того, как появился закон Божий До того, как появился Моисей До того, как появилась церковь Был Адам и Ева Был брак Сильные церкви состоят из сильных браков И согласно Бытие 1.28 Мы имеем владычество Имея детей Сохраняя наших детей в вере И затем размножаясь через поколения и захватывая мир Мусульмане делают это лучше, чем христиане Почему? Потому что церковь в Европе И церковь Северной Америки Верит мирскому гуманизму больше, чем Библии Мусульмане верят в книги Бытия больше, чем христиане И до тех пор, пока это не изменится Мы не сможем победить И теперь, когда мы понимаем, что такое помазание Ильи Мы начинаем думать на поколения вперед Мы трудимся, насколько мы можем в церкви И в то же самое время мы воспитываем наших духовных детей Которые являются нашими и биологическими детьми, и нашими детьми в Господе Все, на что мы тратим силы, это взрастить их Иисус провел больше времени с двенадцатью Чем он провел с тысячами Потому что он не мог построить церковь просто из большой толпы Он должен был строить церковь, начиная со своих духовных детей Вот почему его церковь уже более двух тысяч лет существует И мы молимся о пробуждении сейчас Мы молимся, чтобы Бог миллионы людей спасал Но во многих случаях Бог даже не может ответить на подобные молитвы Почему? Потому что если вы являетесь в церкви, допустим, из ста человек И Бог ответит на вашу молитву И даст вам на этой неделе еще пятьсот человек У вас будет нервный срыв И ваши семьи и браки распадутся Это истина Как можно молиться о миллионах спасенных в нашей нации Если у нас нет достаточно лидеров, чтобы позаботиться об этих людях В книге Второзакония, седьмой главе Двадцатой стих Бог говорит Израилю Я не могу дать вам землю хананскую сразу Потому что если я сразу дам вам всю обетованную землю То полевые звери придут и овладеют этой землей Бог начал давать им понемножку на каждое поколение Он дал им столько, сколько они способны были управлять Второзакония, 23 глава Второй стих Там говорится, что дети незаконного брака Незаконно рожденные дети не могли входить в присутствие Божье до десятого поколения Десять поколений Отношения инцеста не могли входить в присутствие Божье Давида, наследники от Иуды Иуда имел отношения с своими родственниками And they gave birth to a boy named Perez После этих отношений родился человек по имени Perez For ten generations И десять поколений после этого Judah's children Дети Иуды Could not come into leadership Could not come into the presence of the Lord If you were to tell a pastor today Если бы вы пасторам сказали сегодня Что ваша семья не может бы участвовать в лидерстве В следующие десять поколений Это почти 400 или 800 лет Вы знаете, многие бы разочаровались и оставили бы все Но не евреи Они смотрели на последующее поколение как на свое собственное И Иуда и его наследники Они учили своих детей Они продолжали воспитывать своих детей в вере более 400 лет И если вы посмотрите книгу Руф в четвертой главе И вы прочитаете генеалогию Руфи От Иуды до Давида Прошло ровно десять поколений С десять поколений ничего не могло произойти в это время Но из-за того, что они продолжали воспитывать и передавать это детям своих детей К тому времени, когда на сцене появился Давид Он стал величайшим царем, которого мир никогда не видел еще раньше И это было из Давида Произошел наследник наш Господь Иисус Христос Даже несмотря на то, что в их жизни был грех Иисус стал наследником Иисус пришел через грешных людей, грешных мужчин и женщин Потому что они думали на поколение вперед Иуда был назван властелином народа В Бытие 49 главе Но прошли поколения, пока народ смог увидеть это Если мы только планируем, ограничиваясь своей личной жизнью Мы уже проиграли Если мы достигнем самого высокого своего потенциала при жизни своей Мы все равно проиграли Если я буду иметь самое большое влияние, которое я только могу иметь при жизни Я все равно проиграл Я знаю, что после того, как я умру Мои биологические и мои духовные дети Они уже будут делать больше, чем то, что я делаю сейчас Мой 24-летний сын постоянно на национальном телевидении И мой 19-летний сын, Джастин Он проводит дебаты со своими профессорами истории в колледже И заставляет, и приводит их в смущение И через год он станет, он будет возглавлять христианский клуб в его колледже Когда я умру, мои дети сделают больше, чем я Когда я молюсь за своих детей Даже мои маленькие дочери, 9 и 12 лет Я каждый вечер возлагаю на них руки И я благодарю Бога за их мужей Я благодарю Бога, что у них будет много детей Я благодарю Бога, что они вырастут своих детей в вере И я благодарю Бога, что они будут видеть своих внуков, служащими Господу Кажется нормальным думать о семье Они уже сейчас понимают, что это нормально думать о своих внуках Я уже стараюсь их воспитывать, чтобы они смотрели на три поколения вперед И я благодарю Богу, что их дети не нарушат и не прервут это христианское наследие семьи Матера Молодые люди молитесь, чтобы жениться и жениться на правильном человеке И верьте Богу, что ваши дети И даже ваши внуки и правнуки Они будут великими воинами для Господа Начинайте думать об этом, даже если вы не женаты Некоторые люди есть, кого Бог призвал быть не женатыми Как апостол Павел Но это только несколько человек Но у Павла все равно было много духовных детей И если мы понимаем то, что Бог говорит сейчас Кто понимает, что Бог о чем-то говорит нам сейчас Я чувствую, как Дух Святой движется в этом месте Прошло десять поколений, прежде чем родился Давид И чтобы родился Соломон, прошло одиннадцать поколений А что вы делаете для следующего поколения? Помазание Ильи По Мазанию Ильи там говорится, оно не только обратит сердца родителей к детям Он также говорит там о том, что сердца детей будут обращены к родителям Давайте несколько минут побудем присутствовать Божьим сейчас И постараемся понять и прочувствовать, что Бог хочет сказать нам Постарайтесь увидеть эту картинку, видеть своих детей В будущем Могущественными воинами Господа Постарайтесь увидеть сейчас эту картину Ваших последующих поколений в силе Пусть прямо сейчас Помазание Ильи придет на каждого человека Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Есть больше, что можно было бы сказать об этом Я только половину своей проповеди отпроповедовал Но я чувствую, что мне не нужно продолжать Я чувствую, как Бог движется сейчас Бог призывает нас к покаянию От христианства одного поколения Он призывает нас покаяться От подобного мировоззрения Он призывает нас покаяться в том, чтобы думать Что только я и мое поколение Это христианство в этом заключается Это слишком эгоистичное христианство В Соединенных Штатах Есть миллионы молодых людей в тюрьмах Много миллионов молодых людей, которые в тюрьмах 85% этих молодых людей В их жизни не было отцов Это проклятие земли Мы говорим о планах гомосексуалистов Многие из этих гомосексуалистов Они в прошлом бывшие христиане Гомосексуализм Начинался с того, что мужчины почувствовали себя отверженными Или один из родителей отказался от них Это проклятие земли Если вы пытаетесь разобраться с гомосексуализмом Не называйте их по именам Любите их и принимайте их Потому что только так вы сможете Помочь им удалить эту отверженность, которую они пережили в детстве Вы можете сражаться с однополыми браками Без ненависти к ним Потому что когда ты их ненавидишь Ты еще больше усиливаешь ту отверженность И еще глубже заталкиваешь их в гомосексуализм Гомосексуалисты-мужчины Им нужны христианские мужчины Которые могли бы обнять их И принять их как сыновей Чтобы они стали для них как духовные отцы Которые смогли для них сделать то, что физические родители не могли им сделать Чтобы привести их в веру Проблема гомосексуализма Никогда не будет полностью решена политическими методами Все должно начаться в церкви Мы должны перестать отвергать своих собственных детей Многие из нас даже отвергли своих собственных детей Ради Бога и служения Мы так много времени проводим в служении И даже иногда наши дети не знают, кто мы такие Я верю в то, что мы должны усиленно работать в служении Потому что если мы не будем Тогда мы вырастим эгоистичных детей Наши дети должны видеть, как мы усиленно служим и работаем в служении Но также наши дети должны просто видеть нас А не только нас в церкви Только из-за того, что сердца родителей не были повелены Мы видим сегодня и отступничество, и гомосексуализм, и другие пороки общества Я не придумываю все Это не я сказал Малахия говорит, что проклятие земли Может быть сняты только тогда, когда родители начнут проводить время с детьми Если вы злитесь на меня Тогда злитесь на Библию Это не я говорю, Библия говорит Библия говорит Что проклятие земли Потому что отцы не проводят время с детьми Сердца наших, как родители, не повернуты к детям Это не просто касается проводить время с ними Обратиться к детям, это значит все свое будущее вложить в них Это значит воспитывать их, взращивать их Когда говорится там отцы Это также имеется в виду и матери Также говорится не только о сыновьях, говорится о дочерях тоже Это не просто проводить время с ними Это видеть в них учеников Передавать им часть своей жизни, часть своего сердца, часть своего будущего Приготовить их, чтобы они были лучше, чем мы сами И в служении, и в жизни Вы можете сказать Что это имеет все общего с реформацией? Что это имеет общего со стражами на стенах? Это имеет все общее именно с этим Я чувствую, как сердце Бога сокрушено сейчас Не из-за того, что мы что-то неправильно делаем Потому что такое слово, оно касается его сердца И он хочет передать это помазание на вас Если вы верите, что Бог сейчас движется в вашем сердце Чтобы вы смогли принять помазание Ильи Вы можете вернуться на свои места Давайте еще несколько минут проведем в Божьем присутствии Аллилуйя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть это помазание Ильи опустится на каждого отца На каждую мать Пусть это помазание Ильи опустится на каждую семью На каждого пастора, служителя Пусть гражданская война в наших семьях закончится Пусть придет время мира Пусть придет время отрады Пусть дети будут счастливые Пусть жены наши будут счастливые Пусть наши мужья будут счастливы Исцели наши браки Исцели наши семьи Пусть это будет визитная карточка каждой церкви Пусть о здоровых, крепких и благословенных семьях Говорят во всех средствах массовой информации Я благодарю Тебя, Господь, за это слово Мы благодарны Тебе за эти свидетельства Мы благодарим Тебя, что Ты оснащаешь сегодня нас Со всех сторон Ты даешь нам все оружие Ты показываешь так много граней Так много составляющих нашего успеха Мы благодарим Тебя Мы поклоняемся Тебе Мы превозносим Твое святое и великое имя Мы обещаем Тебе свою верность и свое послушание Я и дом мой мы будем служить Господу Мы однажды скажем Вот я и дети, которых дал мне Господь Мы обещаем Тебе, что нелицемерная вера Которая обитает в одном поколении С молоком матери перейдет в следующее поколение И из рода в род будет возвещаться слава Твоя Да будет воля Твоя в нашей жизни И пусть Бог Авраама станет Богом Исаака А Бог Исаака станет Богом Иакова Благодарим Тебя, Господь За родословное благословение Благодарим Тебя, Господь За то, что Ты бодрствуешь над этим словом Амин Халлелуя Как близок Господь к нам На самом деле Эта конференция Рассчитана на зрелых людей На людей, которые способны мыслить честно Логично Масштабно Началась конференция с того Что Бог нам проговорил О всеоружии О том, что Церковь должна вооружиться И причем разные виды оружия Как видите Для того, чтобы победить Нужны разные виды оружия Все оружия Божия Сделают нас сильны Практически каждый проповедник Он Представляет Свой специфический вид оружия И как Вы понимаете Естественно Каждый вид оружия Он является весьма необходимым И важным Одно оружие не исключает Другое оружие Оно делает нас более сильны Если бы здесь появился сейчас финансовый учитель Он бы сказал Ребята Вы Можете что угодно делать Что угодно строить Но если не будет денег Вы все проиграли И мы все скажем Амин Выйдет учитель святости И скажет Ребята У Вас будут деньги У Вас будут схемы Но если вы не будете святыми Как свят Господь наш То даже мега церкви Они полны грешников И так далее И мы скажем Конечно Амин Если бы здесь представитель был Атьон Гичо А он здесь был И вы слушали его сегодня Первым Рост церкви Это самое главное Амин Следующий учитель говорит Что если мы не будем мыслить Из поколения в поколение Мы проиграли И мы опять говорим Амин И вы знаете Если мы мыслим Узко То у нас в сознании Может произойти замешательство Да кто прав? Мы говорим Все правы Потому что Бог дает нам Все оружие То есть мы будем вооружены С ног до головы Нам нужна и кольчуга И меч обоюдоострый Нам нужна и обувь Благовествование Нам все нужно Поэтому все бери и скажи Это все мне необходимо Из-за того что у меня есть меч Это не означает Что я выкидываю щит Из-за того что у меня есть щит Это не означает Что я трусливый человек И надо выбросить меч Мне нужен и шлем спасения Мне нужна броня праведности Мне нужен пояс Мне все нужно Поэтому мудрый человек Он все берет Вы знаете что Секрет успеха Это мыслить глобально А действовать локально Да мы мыслим на поколение Но мы завтра вернемся домой Мы встретимся с семьей И мы должны вот эти все Глобальные откровения Адаптировать к локальным действиям И на самом деле я восхищен Той премудростью Которую Бог открывает перед нами Поэтому пусть мудрость Божья Пусть этот правильный Правильный взгляд на жизнь На это многообразие Поможет нам на самом деле Все это гармонично сложить В нашем сознании На наших полочках И на скрижалях нашего сердца Ты спросишь меня Алексей Так подожди Как все-таки строить отношения К этим товарищам Обнимать Целовать Принимать Сражаться Или как вообще Быть с ними Послушайте Объясняю Мы пропитаны Любовью И милосердием К жертвам Гомосексуальной культуры Тех, кого изнасиловали Тех, кого отвергли Тех, кого в туалетах Там в таком возрасте Изнасиловали И они сегодня являются жертвами К этим людям У нас милосердие И сострадание Поэтому мы и говорим Приходите Иисус Может вас освободить Но Те люди Которые сознательно Пропагандируют Эту культуру Те люди Которые сознательно Подавляют истину Ложью Сам Бог говорит Гнев Божий На небе горит На всякое нечестие И неправду людей Которая подавляет Истину неправдой Мы не против того Что у гомосексуалистов Есть частная жизнь Ради Бога Пусть они своей грязью Занимаются У себя в спальне Даже если у них есть клубы Ради Бога Занимаются И пусть занимаются Но когда Но когда Эти люди Приходят в правительство И меняют свои законы Меняют наши законы Чтобы поставить нас Вне закона Здесь никакой любви К этим людям Не может быть Это преступники Которым отношение у нас Адекватное И однозначное Люди Которым мы говорим Стоп Людям Которым мы говорим Нет Это наша земля Это наша страна И мы будем защищать Свои свободы Да Мы только начинаем битву Я точно знаю Что во всех войнах Существуют госпитали Существуют специальные Медсанчасти Где лечат И пленных С той стороны И лечат тех Кто был ранен И кто попал В эти проблемы Поэтому Будут жертвы У нас есть реабилитационные центры Для наркоманов У нас уже действуют Реабилитационные центры Для алкоголиков И очень скоро Мы с огромным удовольствием Откроем реабилитационные центры Для гомосексуалистов И лесбиянок И мы скажем Добро пожаловать На освобождение Добро пожаловать На лечение Добро пожаловать Окажем психологическую помощь Но в правительстве Гомосексуалистам делать нечего. Мы христианская страна, и мы останемся христианской страной. Во-первых, мы Бога любим очень сильно, мы друг друга любим очень сильно, и по отношению к гомосексуалистам у нас двоякое отношение. К жертвам этой пропаганды у нас любовь и милосердие, но к распространителям у нас особенное отношение, и мы молимся, чтобы Бог остановил их, чтобы Бог осудил их, чтобы они не распространяли это зло. Вы знаете, к наркоманам, которых подсадили на иглу, у нас большое милосердие, у нас большое сострадание и огромная любовь. Но к наркодилерам, которые на смертях других людей, на смертях пацанов и девчонок делают многомиллионное состояние, не может быть любви к преступникам, которые разрушают нацию, которые уничтожают генофонд страны. К этим отношениям мы говорим, Бог, суди их. И обниматься я с ними не буду. Поэтому, друзья, я бы очень хотел, чтобы вы понимали правильно, вот в этом многообразии, чтобы мы не метались из крайности в крайность. Пусть Бог поможет нам вооружиться откровениями для локальных действий. Пусть Бог поможет нам вооружиться откровениями для глобальных программ. И сегодня Бог нас так любит и так шикарно накрывает эти столы. Давайте, знаете, еще, извините, возьму несколько минут. Я сто процентов, сто процентов согласен с тем, что сегодня звучит и во время первого, и второго, и третьего служения. Послушайте, когда меня спросили на пресс-конференции ваше отношение, что угрожает семье? Я ответил философски. Борьба с гомосексуалистами, с порнографией, с разводами и абортами – это борьба с последствиями. И мы можем всю жизнь бороться с последствиями, а причины останутся в тени. Если ты меня спросишь, а что является причиной, это очень неприятный вопрос и более неприятный ответ. И гомосексуализм, и разводы, и аборты, и прочие составные культуры смерти – это издержки неустроенной семьи. Мы можем бороться с последствиями. Эта борьба будет напоминать попытку наполнить дырявое ведро водой. Поэтому сегодня Бог говорит, что, может быть, необходимо сегодня набраться мужества и честности и попросить Бога закрыть вот именно эти тылы и сказать, мы создадим такие семьи, мы создадим такие церкви, которые будут устроены, защищены, благословены, и наши дети никогда не будут гомосексуалистами. Мои дочери не будут лесбиянками. Мои дети не будут наркоманами. Мои дети не будут делать аборты, потому что моя мама никогда этого не делала. И это станет нашей доброй традицией. На самом деле, как Влад Кусакин говорил, что лидеры сатанинских движений, оккультных движений, руководители гомосексуальных движений – это отступники, это бывшие христиане, это бывшие представители семей. Поэтому нам необходимо, друзья, сегодня на самом деле увидеть два фронта. Победить внутренних врагов, сохранить наши семьи и продемонстрировать, что наш Бог, Он автор, архитектор нашей семьи, и мы должны эту семью показать как образец, а потом уже бороться с последствиями. Поэтому пусть даст нам Бог разобраться во всем этом, и пусть Бог поможет нам, во-первых, создать свою счастливую семью, показать преимущество ее над другими всеми, нетрадиционными, и после этого мы победим последствия в легкую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok